всем доброго времени суток с вами канал артмания и наша семья скорее и мы начинаем завтракать вот мы начинаем завтракать с зимочкой мы уже подмылись с утра и завтракать зима учится у нас пить из стакана сегодня у нас чаек первый раз а я кушаю я также на диете у меня такие вот котлеточки которые мы с вами кстати делали в прошлых лук и чайок тоже вот единственное только он отвлекается все время когда садишься и напротив него начинает что-то делать как телевизор Кушай, кушай, ну, пустая ложка, ну, не трогай там остаться, ну, мазюка. Вот у Димы, видите, такая штучка под тарелочкой, это у нас силиконовая штучка, чтобы тарелка не ёрзала по столу. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот Кушай, не отвлекайся. Как ты будешь кушать в ресторане? Куча народу, где? Сейчас упадет. Пойдет, Дима. Да, да, да. Дима, чего ты тут? У Димы там кармашек. И в этот кармашек все падает. Давай ешь нормально. Хороший зоняпчик с кармашком. Какой-то чеснок ты чистила. Куда в кармашек все падает, выливается. И все держится. Конечно, все равно проливается мимо. Вот так бывает. Что же я его почистила? Я ем очень-очень медленно. Даже, знаете, записывала себя местижений на камеру, как мы кушаем. Вот. И потом все это пересматривала. Было очень интересно. Как же так получается, что я ем медленно. Я раньше начинаю, позже заканчиваю. Оказывается, Женя положит ложку в рот, съест, следующую кладет, следующую, следующую. А я все первую жую, жую. Вот. Ну, у меня зубы плохие. Зуб на зуб не всегда попадает, если жевать быстро. И становится очень сильная боль. Поэтому жую всегда, кушаю всегда очень медленно, долго. Прибираю я тут вещи Диминные. С рождения до полгода, где-то до 6, до 7, до 8 месяцев. Я уже все это выставляла на продажу, но никто никак не интересуется. Не интересно кому. Короче, хотела большим мешком. Мне кажется, так удобнее гораздо. Ну, что-то уже несколько месяцев он висит, объявление. Ну, что-то никому не интересно. Я решила все заново сфотографировать и просто продать частями, насколько это будет возможно. Потому что вещи здесь действительно очень хорошие. Ну, да, они как бы не глажены. я не глажу, потому что у меня нет времени. Ну, вот у меня реально нет времени. Вот здесь вот комбинезончики, которые Дима с рождения ходил. Их аж 8 штук у нас. Я думала, их там штук 5-6 сейной. А их даже 8. Кофточки там всякие маленькие. Спальный мешок. Он в нем спал. Вот. Потом тепленькая вот такая нам мама. Моя мама дарила. Такая вот тепленькая. То есть вещи реально хорошие. Вот. Да. И тут Дима бегает. Беспорядок мне устраивает. Да? Ты беспорядок маме устраиваешь? Ты погляди, что ты маме устроил в комнате. Ай-яй-яй. Я сегодня собралась полы мыть. Тебе придется все это убирать. Так ты не только в моей комнате. Ты еще и в своей. Ай-яй-яй, да. Ты еще и в своей устроил. Погляди, что. Давай, прибирайся, Дим. Приберись. А то мы скоро с тобой будем обедать. Потом ты ляжешь спать. Потом ты спать. Ай-яй. Да камера тебя и так слышит. Чего кричать так громко? Дима. Какой безобразный. Вот. Так я все перекладываю. Это где-то до 7-8 месяцев. Сначала буду, наверное, пытаться продать все это. Потому что как раз с 8-9, где-то с года, наверное, у нас очень мало вещей. Получается маленький мешочек. Я его пока, наверное, буду собирать. Ну, посмотрим. Сначала надо вот это продать. Потому что оно лежит, занимает место. Оно мешает. Вот. Здесь он совсем вот шапочки всякие. Совсем маленький. Когда Дима был носил. Сейчас я вот это все сфотографирую. Здесь вот там шапочка его. Когда он родился. Но ты этого не помнишь, Дима. Ты это будешь потом вспоминать. Смотреть YouTube-канал и вспоминать. Когда он родился. Одевал шапочки эти. Ну, они почти новые. По-моему, в роддоме, что ли. Да, в роддоме. После роддома мы в больнице еще лежали. Вот немножко их одевали. И все. И потом я больше не одевала их. Дима. Ты что там творишь? Ты что творишь-то? Ты погляди, что? Он еще научился открывать бутылку с водою. А ну, ставь на место. Ставь на место. Дима. Квардактный. Вот он, наш мешочек. Маленький. Это вот где-то с месяцев 8. И вот как раз вот до сейчас. Где-то ему год и 7. Ну, совсем здесь очень мало. Я буду делать это отдельно. Ну, там еще нет. Я еще кое-что взяла постирать. Матрону не стиранное. Я их постираю обязательно. Вот такие шапочки. Там какие-то маечки всякие. Вот. Ну, некоторые мы покупали. Он так и не одел. Потому что Дима у меня родился очень большим малышом. Если у всех там были в роддоме, я смотрела маленькие-маленькие малышеньки такие. Малечки-девочки там маленькие такие лежали. То Дима был в два раза, наверное, их больше. Огромный такой. Вот. Я, может быть, фотографию вам там вставлю. Какой-то при рождении Димы такой был. Да. Ты там безобразничаешь. Ты хулиганишь там. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты чего там нашел? А, ключик свой нашел, да? Чего у тебя там? Ну-ка, давай-ка, проказник. Все мне повытаскивал. Все мешки повытаскивал. Хулиган. Давай убирайся. Потоп мне устроишь однажды. Ты мне потоп устроить хочешь, да? Да? Ведь вот тут убрать эти бутылки некуда. Вот что самое интересное. Если летом их можно на балкон спрятать, то зимой их на балкон не спрячешь. А цветы я поливаю часто. Каждый понедельник у нас полив. Надо бутылку меньше, что ли? Хулиган. А? Ты хулиган маленький. А-а-а. Уселся он. Дима у нас без памперсов бегает сегодня. В штанишках, да? Да? Без памперсов-то легче, наверное. Чего в памперсах? А? Тего ты? Как будто закружившийся. Да. Жираф у меня. А-а. Давай, обними, обними маму. Ты маму так редко. Ах ты хитрый, как ты мне в карман лезешь. Не дам я тебе ничего. Так, пойду дальше снова разбирать. Так, пойду дальше снова разбирать. Что? Тебе не получается? обезьянка не влазит контейнер ну вот короче все перефоткала пусто учился вот такой гигантский мешок там еще сверху лежат джинсы которые дима так и не поносил даже вместе с этим с этикеткой с ценой нам джинсы подарили я не захотела ребенку одевать джинсы они такие они совсем даже не мягкие они очень-очень жесткие они очень жесткие плотные такие очень вы представляете здесь такая вот она довольно маленькая то есть вот его попка еще сверху памперсы еще вот эти вот джинсы памперсы надуваются ну блин просто жалко ребенка ну и в принципе я не хочу пока пока что в ближайшие несколько лет одевать ребенку джинсы ну слишком такая плотная одежда хотел сказать еда одежда они даже не тянутся есть вот мягкие они очень жесткие подарили нам вместе с ценой на 12 месяцев дима ай фотоаппарат мой вот тут так где у нас тут фокусируй ай-айй пальчики пальчики а вот 12 месяцев а вот тут мне там я показываю вот ценой то есть покупаю за тысяч вернее было сначала за 1700 а потом стало за 1000 на 12 месяцев да сейчас мне этикетку оторвешь их никто не купит с этикеткой может купить лучше ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай так зима тут у меня в комнате не убрался почему вот да я об этом говорю а своей комнате вот мой да ты уже прибрался какой ты умница уже прибрался давай еще прибирайся подушка подушка у тебя тут зима не лежит до там вот 2 еще вы видели и хобби кладу на них прыгает играет с ними до подушку который девать на самом деле некуда у нас очень много вещей которые сейчас начинаю избавляться постепенно который девать действительно некуда там вот на балконе еще одна подушка подушки я пока оставлю потому что я планирую что-нибудь шить и здесь вот подушки как раз буду наполнителем использовать водительная доска тут у нас ведро туда отправил то что он трогает из кухонного гарнитура кстати вот этого мама сказала надо оставить в другую когда-нибудь сушилку решите сделать то упадешь давай прибирай сидима так время у нас доходит 2 сейчас дима будет обедать и ложиться спать будет ложиться спать и пока он там спит у нас чем ты там занимаешься ай-яй-яй вот и пока он там спит я получал заниматься делами своими ну одевай одевай маме носочек ну одень маме носочек только что ты маме носочек одевал димочка